Притча про церковного староста и Господа Бога Обрадованный этим староста зажил в роскоши и веселье, ел и пил, пользовался церковным погребом и вовсе не думал о смерти Прошло несколько лет, и тело его стало отказываться выносить далее такую жизнь Колени его согнулись, спина сгорбилась, и он был вынужден взяться за костыль Немного погодя, он потерял зрение, а еще позднее слух Сгорбленный, слепой и глухой, он продолжал жить все так же безумно и пышно, как и прежде Наконец предстал перед ним Господь, чтобы взять его от всего мира Церковный староста был встревожен и абсолютно не готов уйти в мир иной Он обратился к Господу с упреками, зачем он трижды не возвестил его о смерти, как сам того обещал Тогда сказал ему Господь в праведном гневе Как ты можешь упрекать меня? Это я-то не возвестил тебя? А разве я не ударял тебя сначала по плечу и коленям так, что ты должен был согнуться? Разве я не наложил потом мой перст на твои глаза так, что ты ослеп? Разве напоследок не коснулся я твоих ушей да так, что ты потерял слух? Так исполнено все, что я тебе обещал, теперь не упирайся и следуй за мной Староста смиренно стал молить о прощении, ему право непонятны были эти напоминания И он не приготовился еще к смертному часу Кротко взглянул Господь на кающегося грешника и сказал Пойдем, пойдем, я не хочу для тебя быть справедливым более, нежели милостивым Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok